С вами проект Гольд Ломбард Игорь Яблонский. Сегодня я хочу представить вашему вниманию вот эту замечательную драгунскую призовую шашку. Так называемое золотое оружие. Почему я объясню чуть-чуть позже. Это не простая шашка, не штатное, не табельное оружие солдат или офицеров. Таким оружием награждались российские офицеры, которые занимали призовые места, то есть первое-второе место за участие в соревнованиях по стрельбе и по фехтованию. В данном случае владелец этого замечательного оружия, капитан Каратьев, 19-го Костромского полка, вот здесь вот выигрывая война, в 1907 году, в мае месяце, был поощрен этим оружием призовым за занятие первого места по стрельбе на винтовках. Это видно вот этот золотой вензель николаевский, скрещенные винтовки. Если стрельба производилась из револьвера, здесь скрещены два револьвера. Он занял первое место, потому что вензель золотой, в пулевой стрельбе из винтовок. И второй приз за бои, за второй, вот здесь вот этот вензель написано, за бой на двух оружиях, в данном случае это за фехтование на рапирах. Вот еще один вензель. Он тоже в нем одержал первое место, потому что вензель тоже золотой. С тыльной стороны рукояти находится орден, орден Святого Георгия, то есть, добавок ко всему, он был кавалер ордена Святого Георгия. Значит, это оружие является золотым, помимо того, что оно призовое. Вот, рассмотрим теперь самую саблю. Рукоять латунная полностью, то есть, не солдатский вариант, не деревянная, не эбонит, не бакелит, а полностью латунная. Клинок вытравлен. Здесь находится штемпель, герб Российской Федерации, шаф и сыновья Санкт-Петербург. Это были немцы, знаменитые оружейцы, которые занимались тем, что делали вот такие вот замечательные ножны и делали, вытравляли по клинку различные надписи. Сначала они находились при Златоустовском оружейном заводе, в дальнейшем получили разрешение на занятие индивидуальной деятельности сами, и в Санкт-Петербурге занимались изготовлением, в том числе, и таких вот сабель. Значит, здесь на клинке написано «За состязание в фехтовальном бою на рапирах в высочайшем присутствии». То есть, еще одна, значит, знаменательность, особенность этой сабли призовой, что на соревнованиях присутствовал сам Николай II, если вот написано «В высочайшем присутствии». На соревнованиях находился сам Николай II, и сам лично он вручал вот это вот именное призовое оружие. На другой стороне написано «Первый приз за отличную стрельбу», также «Вензель Николая II». То есть, здесь за призовую стрельбу, на другой стороне за фехтование. Такая вот замечательная шашка. Некоторые называют ее «саблей», путают из-за того, что фест оснащен вот этой вот гардой защитной, но это ошибочно. Клинок, как у любой шашки, выгнут не сильно. На ножнах крепежное кольцо находится на изогнутой, а не на вогнутой стороне, носятся вот так. То есть, это отличительная особенность того, что это является оружием шашкой. Это золотое оружие, призовое оружие, которым был награжден человек капитан Каратьев Костромского 19-го полка. Как правило, это были гвардейские полки. Обязательно. Это был кавалер ордена Святого Георгия. И занял первые места по пулевой стрельбе из винтовки и по фехтованию на рапирах. И лично присутствующим на этих соревнованиях Николаем II было вручено ему это замечательное оружие. По всему, видимо, что он ее не сильно носил, потому что внутренняя сторона кожи не сильно обношена путем тертости с одеждой. Кольцо крепежное не сильно изношено. Видно, то есть, он хранил ее, конечно же, дома, а носил свое штатное оружие. Сильно она не заточена. То есть, заточка здесь есть лезвие, но не сильно. Состояние коллекционное просто удивительное. Вот об этом вот замечательном оружии я хотел вам сегодня рассказать и показать. Если есть какие-то вопросы, замечания, может быть, хотите меня поправить в чем-то, я буду рад прочитать их в комментариях. Спасибо.